9 сентября москвичи, которые приехали в Заугский район на дачный сезон или просто находятся здесь проездом, смогут проголосовать за мэра столицы. Такая практика для нашего региона будет первой. Это развитие таких демократических отношений, как выборы, новые. Это возможность гражданам проголосовать, даже находясь не на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. Это очень важно, конечно. Всего таких участков 5. Места для размещения были выбраны рядом с СНТ, где большинство собственников – жители Москвы. Один из пунктов откроется в поселке Малахово на территории торгового центра, который расположен рядом с ведущей на Москву дорогой. По предварительным прогнозам экспертов, вскоре автомобильных номеров с московским регионом здесь должно стать еще больше. Всего через неделю на этом месте появится готовый временный избирательный участок, на котором москвичи, находящиеся на территории Тульской области, смогут отдать свой голос за будущего мэра столицы. В конце прошлого месяца руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра столицы Алексей Венедиктов в своей передаче сообщил, на всех пунктах будут присутствовать квалифицированные наблюдатели. Я попросил губернатора Тульской области, Алексея Дюмина, встретиться со мной, потому что мы будем на удаленке. И, конечно, так вот задать тот стандарт, который в Москве задан и выстроен был в течение пяти лет, начиная с выборов 2013 года – тяжелая история. Площадь конструкции составит 30 квадратных метров. О своем желании голосовать в Заокском москвичи известили избирком сами на сайте портала избирательной комиссии. К компании, помимо Тульской, подключились пять областей – Московская, Калужская, Тверская, Владимирская и Ярославская. Москвичи смогут прикрепиться к избирательным участкам с помощью системы «Мобильный избиратель». Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Субтитры создавал DimaTorzok